Итак, всем привет! Вы на канале Куда Глаза Глядят. И сегодня, наконец-то, начинается наша новая поездка, наше новое путешествие в Казахстан и Узбекистан. Казахстан Итак, всем привет! Вы на канале Куда Глаза Глядят. С вами ведущая Анастасия и монтажер Антоха. Оператор, да. Вещаем с самого центра города Уфы. И сегодня, наконец-то, начинается наша новая поездка, наше новое путешествие в Казахстан и Узбекистан на машине. В этом году кто только там уже не побывал, но мы давно хотели туда попасть. Мы еще в том году, кстати, думали ехать на Кавказ или все-таки в Среднюю Азию. И вот, наконец-то, спустя год мы дошли до этого и едем, выезжаем. Конечно, хотелось бы еще захватить Таджикистан, но, к сожалению, во времени мы ограничены, так как нам нужно возвращаться и работать. Мы очень извиняемся перед всеми подписчиками из Армении. Мы очень хотели попасть сюда, но планы изменились. Так как все-таки в горах сейчас уже достаточно холодно, а раньше мы выбраться не смогли, мы решили не портить себе эту поездку. Возить с собой зимнюю резину нереально, а встать в снег в конце октября как-то вообще не хочется. Поэтому мы обещаем, что по возможности приедем к вам через год. Мы вас помним, очень любим, мечтаем вернуться в Армению, заснять ее полностью. Но в этот раз мы едем в Среднюю Азию. Так что будет, дай бог, много интересного. Погнали! Казахстан, Узбекистан, ждите нас! Субтитры подогнал «Симон»! Итак, мы в Казахстане, наконец-то доехали. В Казахстане оказалось немножко холоднее, чем у нас, минус 2 показывает. Лужи аж замерзли, все замерзли, тут уже не может. Промерзну до костей. Мы очень быстро, кстати, прошли эту границу. Мы прочитали столько этих, что там шаманают и так далее и тому подобное. Вот честное слово, мы вспомнили нашу любимую Грузию, как нас просто со свистом пропускают. Если бы не тупили, то намного быстрее бы вообще прошли границу. В Казахстанскую мы прошли за минут 10 максимум. И то вредничал немножко таможенный инспектор, там идите заполните и так далее. Но, в общем, по порядку. Что нужно для въезда? В принципе, на самом деле, как бы, ну может нам повезло, может быть нет. Но вот на данный момент, рано утром, никаких очередей, ничего нету, поэтому проблем быть не должно. Если вы въезжаете на автомобиль, обязательно сделать автомобильную страховку. Иначе бешеный штраф, если вас остановит инспектор дорожной полиции. Там говорят до 8 тысяч на наши деньги, короче. Лучше не рисковать. Итак, Анастасия у нас продолжит в машине по страховочке. Сейчас все расскажет вам. Пожалуйста, Анастасия, предоставляем слово. Чтобы передвигаться по территории Казахстана на автомобиле, вам обязательно необходима дорожная страховка автомобильная. Минимальный срок ее оформления. Раньше было там, можно даже на несколько дней было сделать. Сейчас нет. За наш автомобиль с нами взяли 1700 рублей. Рублями рассчитываться можно, так как понятно, что вы пока что без национальных денег. Как бы это на 15 дней. Если бы мы сделали на месяц, было бы 2500. Вот такую там бумажечку дали. Как нам, как бы на форуме от меня отвечали, что нужно обязательно проверять даты. Да, ты проверила. Ровно 15 дней. Все окей. Также, в принципе, как бы мы сразу же решили купить сим-карту. Нам надоело жить только за счет Wi-Fi в других странах. И вот такая вот карта Beeline. Неделя 2 гига. 20 минут на звонки на другие сети по стране, естественно, по Казахстану. Безлимит на Beeline, безлимит на соцсети. 300 рублей в неделю. Ну, как раз вот мы в неделю собираемся пробыть в Казахстане. Потом, как бы, нам она будет не нужна, в принципе. Так что, ну, в принципе, вот Beeline 300 рублей вполне себе такая карточка. Уже активированная, можно пользоваться. Если вы въезжаете на автомобиле, ну, и, в принципе, я думаю, если вы переходите ее, как бы, пешком, на входе сразу вручают вот эту вот миграционную карточку, где, в принципе, написано, что, как ее заполнять. Все понятно. Можно заполнять на нескольких языках. Вот здесь вот указано, получается, казахский, русский и английский. Как вашей душе угодно. Но мы такие взяли, нужна, говорят, карта. Мы такие, ну, давайте. Мы потому что вычитали, что обязательно нужно ее заполнять. А на самом деле нет. То есть, нас девушка спрашивает, сколько дней будете. До 30 дней в Казахстане граждане РФ могут находиться без какой-либо регистрации. И до 90 дней без визы. И, насколько я поняла, вот каких-то вот там документов, чтобы... Право на проживание на территории страны. То есть, проблем ноль. И я сфотографировала специально для всех, у кого есть вопросы, сколько дней граждане какой-то страны могут находиться на территории Казахстана. Как бы, если нужно, вот вам. Обмен валюты. Кто-то пишет, что невыгодно. Сама девушка автостраховая... Как бы, в вагончике страхования сказала, что невыгодно. Мы посмотрели, в одном месте 5,40 дают. За 1 рубль дают 5,40 тенге. В другом месте 6 рублей. И, в принципе, сейчас курс это 6,05. Антон говорит, поедем дальше. Там есть, говорит, Корабалык, поселок с заправкой. Там должно быть выгоднее. Вот если не выгоднее, я его подупредила, что ему конец. Но, в целом, как бы, и сама девушка из вагончика сказала, что да, в Корабалык будет выгоднее. Так что едем в Корабалык. Там же мы хотим заправиться на заправке, показать, сколько стоит бензин. Ну и, в принципе, к вечеру, дай бог, ну, Русултан, жди нас. Едем. Мы идем к обменнику. Как этот поселок называется? Корабулак. Корабулак, да. И вот он получил считанные секунды до обмена. Потому что, если курс будет плохой, ему капец. Время истинное. Да, нормальный курс будет. Ну, такой же в точности. Такой же курс, да? Мы только что обменяли у замечательного дядечки денюжку. Вот такие вот красивые нам, надеюсь, настоящие. Он сказал то, что краски у него много, рисовал он, короче, долго. А сейчас мы стоим на заправке, хотим заправиться, вот показать цены. То есть, смотрите, курс за 1 рубль дают 6 тенге. Вот мы поменяли, как бы, не будем говорить, сколько, это не важно. Стоим на заправке, цены на бензин. 92-й бензин 155 тенге, 95-й 175. Дизель 205 и 210, в зависимости, видимо, от марки. То есть, если мы делим 155 тенге на 6, 25,80 за 1 литр бензина. Самые хорошие заправки, если верить форумам в Казахстане, это Мунай. Каз Мунай, просто Мунай. Они такие, как бы, симпатичненькие, чем-то напоминают наши Казпромы. Единственный момент, что их очень мало. Надо заправляться, если есть в этом нужда, когда уже вот-вот подходит момент. Потому что мы вот ехали сейчас 40 километров, ни одной заправки. Я бы сказала, вообще ни одного, ничего. Мы идем заправляться. В общем, вот такой вот красивый веер казахских тенге нам выдали. Причем очень необычным способом мы поулыбались с Антоном. Мы подошли к обменнику, который мы вам показывали. Курс 6 тенге за 1 рубль, как мы уже говорили. А девушка такая, у меня прессменка. Хотя написано, что работа круглосуточно, без перерывов и выходных. Мы такие, а сколько прессменка? Она сначала на мне отвечала, потом говорит, 20 минут. Мы такие, блин, 20 минут. А нам хочется заправиться, попить кофе, но 20 минут ждать. Ну ладно, думаем, подождем. Стоим, общаемся, ходим кругами. А вокруг стоят машины, просто стоят. То есть они не заправляются, ничего не надо. Они просто стоят и смотрят на нас. И когда мы уже психанули и говорим, ну пошли в машине по себе. Ну холодно стоять на улице, на трассе, на ветру. И мы начали двигаться в сторону машины. И один мужчин говорит, ребята, вам деньги обменять надо? Мы такие, ну да. Он такой, а давайте я вам поменяю. Ну так, ну как-то, ну не знаю, так непонятно. А курс, говорит, такой же, все такое же. Говорю, не фальшивый. Он такой, а у вас? Ну мы так посмеялись. Ну видно, что такой он, как бы, ну, на хорошей машине. У него, видимо, это бизнес. То есть он за счет курса вот этого вот постоянного смены, как бы что-то имеет для себя. Можно вас снимать, нет? Нет, не надо. Не надо. Ты что это же не заходила? Ну и все, нам поменяли. Мы проверили, они не фальшивые. На эти деньги мы уже попили кофе и заправились. Так что как бензин 25 рублей. Это просто сказка. Так что сейчас мы подкрепились. Сейчас мы зарядились энергией. Бензином. И едем в Кастанай. Попытаемся там найти что-то покушать. И держим путь на Нур-Султан. Надеюсь, что все-таки вечером мы до него доберемся. Деньги есть, не пропадем. Все те, кто нас давно знают, знают, как мы обожаем хвостатых чудиков. И вот в этот раз мы не сделали исключение. Купили корм для собачек. Вот такую вот большую упаковку. Для кошечек маленькие пакетики. И вот встретили одного пупсика, который вот там вот стесняется и стоит через дорогу, через трассу от нас. Идем. Боится подойти, в общем. Он такой малыш. Мы сами идем к нему тогда. Он боится, смотри. Ты что боишься ты? Пошли. Кстати, когда мы с вами, он захочет. Идем. Идем, Кутик. Пошли, мы отойдем. Не бойся. Тут обижают, наверное, да, тебя? Обижали? Девочка, кстати, да? Ну, боится звуков. Пошли отойдем маленько. Только мы отошли, и он сразу подбежал. И главное так это, взглядом поглядывает на нас, да? Такая голодная. Надо ему оставить чуть побольше, да? Мы едем по территории Казахстана уже сколько? Где-то километров 800. Ну, то есть практически целый день. Здесь очень ограниченный скоростной режим и очень много дорожной полиции. Штрафы просто конские. Наши деньги около 6 тысяч рублей. 6-8 и так далее. Поэтому мы не нарушаем. Что хочу сказать? На данный момент, честно говоря, про Казахстан, ну, никаких каких-то негативных впечатлений. Мы достаточно долго уже едем. Нету. Это девятая в мире страна по площади. А население здесь всего 17 миллионов. Около 18. Ну, как бы, это заметно, потому что вокруг поля, 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 поля. Мы, конечно, доедем и до гор, и посмотрим и города, и, как бы, и природу, и все. Но вот это вот 800 километров полей уже как-то так это, да? Так сказать, навевают скуку, хотим курсу, да? На форумах очень много информации, пугающей продорожную полицию Казахстана. Тьфу-тьфу-тьфу, может, нас миловал Господь. Но вот, честное слово, проезжали очень много экипажей. Они очень часто патрулируют трассы. Никто не останавливает, если вы не нарушаете. Поэтому пункт номер один – не нарушай дорогу Казахстана, и будет счастье. А мы едем в Нур-Султан. Дальше. Вот такое вот мероприятие мы с Антоном повстречали на федеральной трассе. Прикольно. Такие хорошие. Большие таланты, такие-то маленькие, такие, пак-пак-пак-пак, в обнимку. О, ну, без этого куда же еще? Субтитры сделал DimaTorzok По всему этому длиннющему пути кафешки, заправки и прочее вас сильно баловать не будут на самом деле. Вот, бывало, по 300 километров едешь и вообще ничего. Поэтому, если вы видите кафешку, хотите кушать, пить и так далее, надо останавливаться и делать все, что вы хотите. В целом все мило, все прикольно, конечно, все вкусно, очень дешево. Мы вот покушали, Антон заснял, кадр сейчас ставят. Вот две большие порции плова с салатиком, тут подают хлеб, вкусную выпечку, два чебурека, два кофе. Все это у нас вышло на 2 400 тенге, то есть 400 рублей ровно наших российских рублей. Но там параллельно с нами они сидят, смотрят сериал. Умывальники везде всегда на улице, туалеты всегда на улице, причем далеко. В общем, ну, не знаю, ну, прикольно, то есть колоритно. До Нур-Султана осталось 130 километров. Да. Совсем чуть-чуть, мы уже устали, уже едем, уже все. Короче, следующее включение Нур-Султан. И вот, аллилуйя, мы все-таки доехали до приключения. Прекрасного города Нур-Султан. Стоим сейчас во дворе нашего хостела, в который мы вчера ночью заселились. Снимать вчера не было ни сил, ни желания, ни времени. Мы были злые, уставшие и хотели спать. Но сегодня все изменилось. Мы идем изучать прекрасный город. Город огромный, пока мы заезжали, едем, едем, едем. Просторы, просторы, просторы. В общем, страна просторов. Вот такой вот хостел позади меня, хостел Ленд называется. Номера очень малюсенькие, но в целом чистенько. Я говорю, Антон недоволен, я довольна, поэтому номер обязательно покажем позже. А сейчас мы идем кушать и гулять. Номер конура, блин, полный вообще. Капец просто, не развернуться бы. Нормально все, для меня достаточно. Прямо возле нашего хостела такое симпатичное кафе, Халиф называется. Оно больше ресторанного типа. Такая интересная обстановочка, Антон ее заснимет, покажет. И мы заказали себе национальные блюда. Очень много различных мант, лагманов и так далее. Цены делим на 6, так как 1 рубль это 6 тенге. Мы с Антошкой взяли сковородку из говядины. Сказали, что порции огромнейшие, так что мы наедимся. Жареные манты. Здесь 5 штучек с соусом. Они, в принципе, большие. Тоже говорят, что наедимся. Различные здесь супы есть и так далее. Ну, например, борщ и солянка. Ну, как бы, не знаю. Мы не стали даже заморачиваться на путь. Очень вкусная выпечка у них, честно. Мы вчера пока останавливались на красе, несколько раз пробовали различные булочки и так далее. Ну, безумно вкусно. Сейчас мы взяли гаурцаки. 10 штучек 500 тенге. Это меньше 100 рублей. И 2 кофе. 300 тенге. 50 рублей за чашечку с молоком. Ну, вообще, если посмотреть цены, вот чайник 800 тенге. 500 тенге, 200 тенге кружечка. Это все настолько по сравнению с Россией дешево, что мы ждем и хотим кушать. Также здесь принесли в меню есть пицца, но мы с Антоном решили, что пиццу в Казахстане кушать, это просто... Надо быть полным извращенцем, чтобы кушать пиццу в Казахстане. Я не знаю. Они местные вкусные блюда, мясные, мясные. Мы такие мясоеды. Я маме говорю, что мама, не узнаешь, когда мы вернемся обратно. Она говорит, что уж-то настолько сильно-то не загоняйтесь по этим. Но здесь невозможно. Очень вкусно готовят, честно. Будем ждать. Нам принесли нашу сковородку с говядиной. Она еще даже шкварчит. Она только из печи. Так прикольно. Нам говорят, пока не открывайте. Плюс у нас уже здесь стоят жареные банды наши. Порции. Кофе. Они почему-то кофе приносят прямо в начале. Хотя, честно, более нам тоже же кофе в начале приносили. Может, мы, короче, с Антоном что-то не понимаем. Нам кажется, что кофе надо в конце. Ну, да ладно, пусть стоит, не мешает. Сейчас мы еще ждем наши баурсаки. И когда нам откроют крышку. Открыть можно, да? Да. Все. Спасибо. Я рада. Спасибо. Спасибо большое. Ой, так прикольно. Вот такая вкуснятина. Да. На наши деньги-то всего 350 рублей. Случное мясо. Сейчас попробуем еще на вкус. Это баурсаки. Национальная выпечка. Получается, в принципе, те-то кончики наши. Пробуем. Это я уже попробовала, конечно. Это... Ммм. Очень нежное мясо. Правда, немножко соленое. Но Антону, думаю, понравится. Очень вкусно. Ну, жареное прикольно, кстати говоря. Такое хрустящее тесто прям как будто будет. На пельмешке похоже. Жареное мандарь, ну, то же самое, что тесто мясо и... И жареное. Кушаем, кушаем. Так вот такой вот наш обед вышел в 4,620. Из них 420 за вскуживание 10%. То есть мы покушали меньше, чем на 800 рублей. Ну, все. Вот сейчас вот мы рассчитываемся. Сытые, счастливые. Идем гулять домой. Гулять дальше. Идем домой. Через весь город протекает вот такая вот симпатичная река Ишим, которая разделяет Нур-Султан на две части. Правый бережье и левый бережье. Правый и левый берега. Основной массив достопримечательностей находится на левом берегу, куда мы сейчас и направляемся. Но направо тоже можно найти различные храмы, очень много парков. Вообще просторы такие, что скучно точно здесь не будет. Вот можно взять велосипед покататься. Просто погулять. А мы двигаемся к 5 рекам. В настоящее время Нур-Султан это столица Казахстана. Это светский, огромнейший, современный город. Но буквально до 97-го года столица была Алматы. У меня неоднократно возникал вопрос, почему же перенесли столицу. То есть тогда я еще была маленькой, мне было не до этого. Но вот сейчас, когда уже собирались приехать, я думаю, ну все-таки почему же. На самом деле очень много разных вариантов. Но самое главное называют, конечно, мы не узнаем, правда это или нет, но самое главное, одна из самых главных причин, это то, что в Алматы уже некуда было расти. Демографически развиваться, то есть отстраивать город, заселяться дополнительными людьми. То есть некуда было приезжать. Нур-Султан же в прошлом Астана, в настоящее время это миллионник, и он постоянно растет. Очень много различных объектов, очень много инвестиций. Ну и в принципе вот идешь здесь, и такой немножко эффект вау существует. Еще одна из причин перенесения столицы вот сюда, из Алматы, там местность гористая, и возможно были землетрясения. Но опять-таки, говорю, правду мы не узнаем, но в принципе такие резонные достаточно причины, почему бы и нет. Пожалуй, самым главным символом Нур-Султана является монумент Бейтерек, Астана Бейтерек, который находится позади меня. Это прекрасное здание, которое символизирует древо жизни, корни которого уходят в землю, а ветки подпирают в небеса. На высоте 97 метров расположилась мотровая площадка, куда мы сейчас с Антоном, собственно говоря, и направляемся, откуда видно абсолютно весь город с разных частей, с разных ракурсов. Также 97 цифра, это неспроста. Почему не 100, не 110, не 105, не 90 элементарно. 97 символизирует 97-й год, такой, скажем так, год становления нового Казахстана, нового этапа жизни и развития этой замечательной страны. Также мы видим в ветвях этого символичного древа шикарный многотонный золотой купол, который символизирует с собой яйцо, которое снесла волшебная птица. Знак мира, добра и вот восточный талон дальнейшей философии. Не будем углубляться дальше. Здание на самом деле симпатичное. Ночью оно классно светится, с высоты можно повидать все, что только там вокруг понастроено. И нам лично с Антоном немножко чем-то напоминает здание башни Алхавида в Батумен. Вот мы сейчас идем в ход платный, узнаем цену билета и покажем, что там внутри. Музыка 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 попасть без вести. Здравствуйте. Здравствуйте. На панорамном лифте мы поднимемся наверх. На самом верхнем ярусе башни Байдарек есть вот такой вот оттиск ладони Нурсултана Назарбаева. Говорят, что если жена, кто лопать руку, можно загадать желание. Может, уж туристы придут, нам бы лишь бы желание позагадать. И, конечно же, мы не можем упустить такую возможность. Я заставляю Антона загадать, что у нас было два желания на семью. У Антона не обмещается пальцем. Благословение Казахстана, земля мира и согласие. Впервые проходили этот съезд, это же 30 младов, батереки здесь. Поднялись, читали свои лометры. Если вдруг вы утомились ходить, то можно посидеть наверху в башне Байдарек вот таких вот, на таких вот замечательных стульчиках, полюбоваться открывающимся видом. Единственное, вот нам, как мы с Антоном немножко не нравятся, стекла. То есть красивые фотографии сделать у вас не получится. Они затонированы и дают блики. А с учетом, что светит яркое, обманчивое солнышко, ну, проблематично для съемок и для фото. Что хочу сказать, место очень туристическое, честное. Нам с Антоном везет, мы который раз уже попадаем в какую-то волну, поток людей. Вот сейчас немножко разошлись, и мы сидим спокойно, кайфуемся, любуемся видами. А до этого просто тьма с детьми, студентами, взрослыми и так далее. И сюда обязательно подняться стоит, обязательно всем быть, однозначно. Ну и если вдруг у вас есть желание посидеть, полюбоваться этим видом, чашечка кофе, здесь есть кафе, где цены чуть-чуть завышены от среднегородских. То есть вот я сейчас только что посмотрела кофе 500 тенгеев примерно. Ну, в смысле, непременно, средняя цена, там, 500 есть, 500 с копейками. То есть, ну, около 100 рублей чашечек кофе. Недорого, вполне себе можно позволить. А мы налюбовались вдоволь и идем дальше. У нас впереди мечети и резиденция президента. Одна из главных архитектурных достопримечательностей Нур-Султан – это водно-зеленый бульвар, который расположился от официальной резиденции президента Казахстана и до самого хан Шатыры. Такой огромный бульвар, по которому можно гулять. Одной из самых главных точек, где все туристы опять останавливаются, фотографируются, особенно вечером – это шикарный фонтан напротив Байтерек, который, посмотрите, что? На реконструкции! По идее, он как бы должен работать, потому что еще не окончательный конец сезона, но он не работает. И остается только смотреть на фотографии и надеяться, что когда-нибудь в будущем, возможно, мы его и увидим. Такое небольшое разочарование. Я прям так… Вроде бы солнце, светло, клево, а на улице холодрыга такая страшенная. Еще и фонтан не работает прям. Но ничего, мы идем дальше, заснимем резиденцию президента, посмотрим, какая-то красота вблизи, и дальше исследуем Нур-Султан. Мы вот только что спросили у рабочих, когда фонтан включается, когда отключается. Потом сказали вчера, а с 1 октября его отключили. Мы с Антоном просто победители по жизни. Нет, ну понятно, но у нас в Башкирии, несмотря на морозы, в любом случае выключают после башкирского праздника 11 октября. А здесь на 11 дней райса. Ну, ночью заморозки, на минусы. Мы вчера приехали, было минус 3, поэтому, в принципе, логично. Но, нелогично, что отопление еще не дали. А фонтаны уже выключили. Что может привлечь в Нур-Султане? Это абсолютно ни с чем неповторимая архитектура. Вот честно, сколько мы с Антоном где-то бывали, но вот такой разброс интересных именно строений нет. Например, бизнес-центр Алтын-Орда, Золотая Орда. Или вот само даже по себе здание. Президент за президентом. Либо вот даже мост, по которому мы идем. Ну, интересный достаточно такой строительный, соединяющий парк. То есть здесь нет каких-то переходов. Надземный красивый пешеходный переход, чтобы не останавливать движение и в то же время не прерывать прекрасный бульвар. На данный момент прикольно. Посмотреть в ту сторону – классное здание рядом с монументом. Посмотреть в эту сторону – уже совсем другое. Глаз не устает. То есть нет такого, что везде одно и то же, одно и то же, одно и то же. И, как я уже говорила, в самом начале бульвара расположился прекраснейший дворец президента Ак-Орда. Или по-другому, как говорят, можно переночить Белая Орда, куда и относили земли Казахстана. Этот дворец входит в десятку самых красивейших дворцов президента в мире. То есть не просто каких-то дворцов, а именно дворцов президента. Ну, в принципе, оно и видно. Действительно, очень красивое здание. И еще одна фишка этого дворца в том, что в составе экскурсионной группы, заранее заявленной, когда президента нету в здании и он не работает, можно попасть даже вовнутрь, заплатив определенную сумму денег. Естественно, мы с Антоном не будем за эти два дня искать какую-то группу и попадать туда. Но просто вдруг кому-то интересно, пожалуйста. Идея эта принадлежала президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с тем, что как бы... А почему бы и не показать людям, как и где вообще творится политика, как говорится. Так что занимательное здание. В 2009 году открылось вот такое прикольное здание, по другому слову, понабрать не могу. Это концертный зал «Казахстан». Такой концертный комплекс, где проводятся различные мероприятия, музыкальные фестивали, различные какие-то концерты, сходки и так далее. За счет акустики внутри этого комплекса можно проводить различного назначения в музыкальные мероприятия. Написано в интернете, что напоминает своей формой это здание, какой-то мистический цветок. Мне, честно говоря, не знаю, что напоминает, но не точно никак не цветок. Мне интересно мнение Антона Николаевича. Тебе напоминает цветок это здание? Мне вообще не знаю, что, короче. Ну точно не цветок. Не поймешь, что за здание. Не, ну прикольно, честно, здание классное вообще. Нет, его надо увидеть сверху, чтобы понять, что он напоминает. А дрон мы здесь запустить не можем, так как здесь Резиденция президента. Руком полицейские резиденции нас сейчас арестуют просто здесь быстро. Да, поэтому дрон запустим. Дрон мы будем пускать в другом месте. Да, дрон чуть-чуть попозже будет. Что хочу еще сказать. Когда мы поднялись на Байты рек, вот видно как раз таки с высоты, насколько сильно застраивается город. То есть везде вокруг можно увидеть подъемные краны, вот эти вот стройки, 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 стройки. То есть если приехать лет через десять, мне кажется, здесь город просто до неузнаваемости. Он уже прикольный, а будет вообще просто что-то невероятное. И с учетом того, сколько мы вчера километров ехали по степям, мы уже с Антоном думаем, такие, боже, ну куда мы едем? Не в плохом смысле, а просто вот столько ехали просто степи, степи, степи. Столько местности свободно. Да, столько местности свободно. Грубо говоря, крупный город Кастанайда и потом почти девятьсот, ну восемьсот километров до... Восемьсот километров полей. Да, восемьсот километров полей. И потом Нур-Султан. Да, и въезжаешь в Нур-Султан и просто взрыв такой мозга. Господи, прикольно, ради этого стоило проехать восемьсот километров. Немножко удивляет смешение стилей. То есть не так, что один район, например, там в восточном стиле, другой там в каком-нибудь там западном, не знаю. Здесь как бы все в одном хлоп и схлопнулось. То есть вот здесь вот крыша какая-то такая азиатская. Здесь современные небоскребы строятся, какой-то супервысокий дом. Там дальше национальная башня Байтерик Средней Азии. И тут все смешано, перемешано, намешано. С одной стороны забавно смотрится, с другой стороны немножко как бы... Ну не нам судить, но все-таки разделение, когда вот прям все аккуратненько, наверное, это будет прикольнее. Но им виднее. В целом смотрится интересно. Антон у меня спрашивает, зачем нужна какая-то дыра играть? Что это за отверстие? Что это за архитектура такая вообще? Наверное, это окно в мир. Такое вот в центре города. Это окно во двор, наверное. Это окно не в мир. Ну просто интересно так. Странновато смотрится, но прикольно. Белая симпатичная мечеть, мечеть Нур-Астана, которая находится позади меня сейчас. До открытия мечети Хазар-э-Султан она была самой крупной в Казахстане. Сейчас ее лавры немножко сдвинулись, но тем не менее ее значимости это не умаляет. На мечети возвышаются четыре минарета, высота которых 62 метра. И в целом она выполнена достаточно нарядно, то есть тоже своего рода символ столицы Казахстана. Высота главного купола 43 метра. И построилась она всего за три года с 2002 по 2005. То есть начали строительство в 2002, а в 2005 ее двери уже открылись для прихожан. Вместимость мечети Нур-Астана 5000 человек. И в целом до этого этого действительно было очень много. То есть это одна из самых крупных мечетей. Но сейчас есть Хазар-э-Султан мечеть, куда мы завтра обязательно дойдем. И там вместимость в два раза больше. До этого у нас была птичка белая, сейчас у нас диджик мух. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настя, в общем, не захотела идти. Настя не захотела идти, потому что женский зал вообще находится отдельно. Отдельный вход чуть подальше туда вот с левой стороны. Почему так? Чтобы мужчины не отвлекались на женщин, своих жен, матерей, детей и так далее. На форуме одной девушки, двухписьменного блогера, который ведет свой блог, описывая, как она путешествует, нашла такой как бы спор в комментариях, где одни говорят яростно, что зачем ходить в такие места, где разделение идет между мужчинами и женщинами. Другие говорят, ну разделение, разделение. И один мужчина дал такое пояснение, что как бы на самом деле это не просто так, что вот захотелось женщин принизить и все. А потому что в таком месте надо думать о молитве, о Господе, о Балахе. То есть смотря где находишься, церковь там или в мечети, неважно. И когда рядом стоит женщина, особенно, например, ну как бы любимая женщина, сложно думать о возвышенном. То же самое на каких-то занятиях по медитации, когда, простите меня, девушки в обтянутой одежде находятся рядом. Но вряд ли мысли будут о Боге, однозначно в другую сторону пойдут. Поэтому, как бы прочитав эти слова, я поняла, что действительно не стоит в плохом контексте об этом думать. Стоит думать о возвышенном. Но я не пошла, потому что долго одеваться, долго переодеваться. И, в принципе, у нас цель была посмотреть, что внутри и заснять как бы. Время уже в 7 закрывается мечеть, время уже как бы новое. Поэтому я осталась сидеть здесь. Нур-Султан — офигенный экстремальный климат. Я читала об этом, но как-то не продавала значения. Ну, экстремальный, экстремальный. Что это значит? Это значит, что летом здесь жара чуть ли не до 50 градусов. Ну, 40 в среднем будет, 6-38. Зимой здесь холодно до минус 40. И вот, по идее, в прогнозе погоды стояла погода где-то плюс 15, плюс 18. Если это для Уфы, например, то хоть для какого города? Это тепло. А здесь просто это что-то невероятное. Это ветра бесконечные, потому что город находится в степи. Вокруг нету гор. В плане холода — это просто невероятное что-то. Мы вот даже подумаем Антону купить шапку, зайти. Потому что в капюшоне ничего не слышно. И как бы достаточно трудно реагировать и снимать что-то. Без шапки и без капюшона просто уши отваливаются. Они вот так-то сворачиваются в трулочку и отваливаются. Так что идем искать шапку, а потом ушить в прикольном месте. Насмотревшись «Орла и решки», мы по следам Антона Птушкина, которого мы просто обожаем как ведущего, как блогера, пришли в Тейказан, где он сидел и кушал в 2017 году. На самом деле цену чуть-чуть выросли по сравнению с тем годом, но в целом вообще недорого. Сейчас мы сделаем заказ, дождемся и будем кушать. Вообще сюда нельзя попадать тем, кто на диете, потому что это нереально. Все мясное, все вкусное, все со спицами. Я хочу заказать себе лагман за 790 кинге. Антошке койрдак или кавардак, по-другому. Говядина с картошкой. Хочу взять себе бурса. Антонка, ты можешь себе другую, но он пусть еще убирает. В общем, я до конца еще не определилась. Салат их 7 меньше, 100 рублей на наши деньги. Если бы я рублей 80, 70, 60 порция. За сколько грамм получилось? Тут не написано грамм, но я думаю, что порция грамм 150-200, как обычно. Чайничек чая здесь стоит чуть больше 100 рублей, большой чайничек. Если просто чашечка, то 150 тенгет. Нам привезли Дашу про питание. Если честно, мне уже смешно чуть-чуть. Насколько много мы здесь кушаем? Ну ладно, мы исправимся. Мне принесли лагман Антону койрдак. И я такая смотрю, говорю, почему я койрдак не взяла? Я так лагман хотела, но я в моем понимании лагман. Вот в сравнении, вот это лагман, а вот это койрдак. Да, стоит почти одинаково. И плюс нам принесли салатик Лесная сказка. Это жареные шампильоны в соевом соусе с помидоркой. Самая фишка – это чай. Пока я взяла свой лагман, это просто божественно. Это марокканский чайничек. Вот такой вот мне принесли. Наши деньги будет чуть больше 100 рублей. 950 тенге. Это просто... Это просто вообще непередаваемый. Ну он реально вкусный, я тоже попробовал. Апельсин, я прочитаю, что есть. Заваренный черный чай, апельсин, корица, сироп граната, лайм, гвоздика и мята. Вы представляете, это взрыв вкуса. Антон, кстати, не любит чаи с добавками. Я удивлена, что ему понравилось. Но это действительно очень вкусно. Будешь есть лапшой, а я мясо. Есть. Это страшно, еле было. Он не снимается. Степать. Если шифтят, то у меня камера трясется. Ну вкусный, нет? Вкусный, да, очень вкусный. Но горячий и острый. Попробуем куэрдак. Антону повезло больше. Я умнее, потому что. И как? Снимается вообще лучше. Мягко? Ну похоже на вареное мясо. Офигенно вкусно. Вот это вот все разнообразие. Вышло нам вместе с 10% обслуживанием в 5 325 тенге. Помимо того, мы вам не показали, что у нас было еще кое-что. Это два огромнейших куска торта и напиток еще один. Кричительный. Кричительный, да. Так что два огромных мясных блюда. Салат. Два огромных куска торта. Короче, наелись от души. Вот честно, мы рекомендуем это место. Ну и в принципе, можно его спокойно найти. Он прямо напротив дворца. Видите, я правильно? Напротив дворца президент получается. Напротив дворца президента, да. Прямо лицом смотрит. А мы идем искать магазин и домой. Мы на сегодня туда входили. Уже много раз мы с Антоном замечали, что попадая в какое-то новое место, дневной вид этого места, даже вообще две большие разницы просто. И вот то же самое с Нурсултаном. Сейчас, когда уже стемнело и загорелись абсолютно все здания, настолько прикольно все смотрится. Вот просто мы вышли, Антон такой, а куда нам идти? Он даже не узнал местность, когда мы вышли из кафе. Ну как бы, ну действительно, то есть можно запутаться, все горит, все по-другому. И мы решили пойти другую дорогу и посмотреть широкие проспекты столицы Казахстана. И вот это вот здание, которое мы уже сегодня вдоль и попереку снимали, оказалось в Бейджин Палас. Палас, пэлос, короче. Или как вот тут? Как там? Бейджин Сарайны. Короче, дворец пекинский. Ну а вообще это гостиница, в общем. Я так понимаю, что от китайских инвесторов врать не буду, но скорее всего, а как иначе, если все в таком стиле? Ну смотрится очень колоритненько, интересно. Нельзя не отметить, это огромные просторы в городе. Мы не знаем, как в других городах, пока что говорим за Нур-Султан. Это просто офигеть. А еще мы целый день не перестаем удивляться отсутствию народа. Вернее, как бы он есть, но за счет таких площадей практически не ощущается, что мы находимся в городе миллионники. На самом деле, да, здесь миллион сто человек по переписи. По состоянию 2019 год. В основном все на машинах, потому что расстояние огромное, и все хотят доехать, автобусы, машины. А когда идешь пешком, просто вообще вот идешь, время девяти вечера еще нет, такое ощущение, что город вымер. Только машины мимо проезжают сплошным потоком. На такой вот позитивной ноте с верблюдами, пусть металлическими, но с верблюдами, в парке мы заканчиваем наш сегодняшний очень длинный день. Сегодня находились вообще километров двадцать, наверное, прошли. Если не больше. Наелись как тузики и всякое мясо там разнообразное. Выпечку, мясо, чего только не ели, если честно. Вокруг бейтерека, наверное, прошли раз, наверное, пятнадцать. Однозначно не меньше, потому что со всех сторон, с каких только не ходили, везде бейтерек. Бейтерек, ну красивое здание. Антошке прикупили шапочку, потому что иначе уши в трубочку сворачиваются. А то я чуть бы пока здесь не дал, наверное. Днем было где-то плюс пятнадцать с ветром, а сейчас ночью уже минус три, минус четыре. То есть перепады, и вообще это просто шикарно. Ну если честно, днем было похолоднее даже, когда вот ветер дул. Ну да. Сейчас вот даже как-то потеплее стало, когда ветер в горе стал дул. В общем, что хотим сказать. Можно, конечно, ездить на машине. Мы на машине приехали. Но какой смысл в этом? Не посмотришь вот этих вот улочек. Мы прошли практически весь центр и даже чуть дальше. Весь город практически прошел. То есть мы посмотрели центр, мы посмотрели что по бокам. Мы увидели новую строящуюся... Скорее всего это будет какое-то надземное метро, как в Москве монорельс. Завтра у нас еще целый день. Мы обязательно дойдем до других основных достопримечательностей. До которых мы сегодня не дошли. До пирамиды какой-то там. До пирамиды дворец един. Короче, это все завтра. До мечети, до Ханшатыра. Да, это все будет завтра. Еще плюс дай бог запустим нашего диджик-муха. А сегодня мы идем спать и греться. Если вам понравились наши приключения, вы можете поставить палец кверху. Подписывайся на канал. На наш скромный канал. Не забудь нажать на колокольчик. И конечно же, если есть что сказать, пишите комментарии. Мы всегда рады обратной связи. Всегда всем отвечаю. Всех любим. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok